Добрый вечер! Микаил Гуцериев, 36 лет. Теорию бизнеса изучил в Джамбульском институте легкой и пищевой промышленности. Практику в Ингушском производственном объединении художественных промыслов. В прошлом году возглавил промышленно-финансовую компанию БИН. 1994 год стал звездным для бизнесмена Микаила Гуцериева. Ингушский президент Руслан Аушев взял его в советники по экономическим вопросам, а Виктор Черномырдин назначил главой администрации зоны экономического благоприятствования Ингушетия. Сейчас все смешалось. Через Ингушетию идут войска для блокирования Чечни, так же как через Дагестан. Я знаю, что вы вчера вернулись из своей республики. Какова ситуация там сегодня? На сегодняшний день войска двигаются через территорию Ингушетии на Чечну. В станице Асиновской идут ожесточенные бои между чеченскими ополченцами и российской армией. Это территория Ингушетии или Чечни? Это граница между территорией и Чечнью. Она условная. Ну, поймем, потому что четкой границы нет между Ингушетией и Чечнью. И идут ожесточенные бои. Российские войска и чеченские ополченцы воюют. Ингушетии стоит непрорывный митинг. Народ Ингушетии против. Акция, которую предприняло на сегодняшний день российское правительство и президент России, идет непрорывный митинг. Своё отношение к этому народ Ингушетии определил. В первый же день прохождения российской армии на территории Чечни были блокированы дороги. Часть колонн населения Ингушетии смогло повернуть в обратную сторону. Часть прошла. Каким образом? Ну, что погибли люди. Вы знаете, что были мирные пикеты, что люди встали на дорогах Ингушетии, население Ингушетии. Это правда, что впереди пускали женщин, детей? Это неправда. Я могу авторитетно вам заявить, как глава администрации, как один из руководителей республики Ингушетии, что женщин и детей не было, что Ингушетии вообще не имеет такой привычки впереди выставлять женщин и детей. Были мужчины. Было, может быть, 10-20 женщин. В основном эти были мужчины. Они были без оружия. Они, значит, ставили заградительный кордон из бетонных блоков, с машин ставили, значит, напротив движения колонн российской армии. И, значит, спину никто не стрелял, как заявил наш министр обороны Павел Грачев. Ингушет никогда не стреляет. И чеченцы в спину. И не имело, не было в природе этого народа стрелять кому-нибудь в спину. Поэтому, значит, на сегодняшний день погиб всего там один российский солдат при похождении. А Ингушетии погибло очень много. Погибло порядка 15 человек. Много ранено, разрушены дома, разрушена святыня, мечеть. В селении Гази-Юрт был нанесен ракетно-бомбовый удар. Поэтому заявление министра обороны Павла Грачева о том, что российские граждане подло стреляли в спину российским солдатам российской армии, это ложь, это неправда. Но ведь жертвы были? Жертва была, одна жертва со стороны российской армии. Солдат был ранен. Этот солдат скончался. А со стороны, значит, мирных жителей Ингушетии убито было порядка 15 человек. Ранено было несколько десятков. Часть погибла сразу, часть в больнице. Разрушены дома, нанесен моральный, материальный ущерб людям. И войска прошли, значит, через территорию Ингушетии. Сложный вопрос, может быть. Чечня и Ингушетия, они близки не только территориально. Они же были объединены в свое время, в советское время, в одну республику. Чечена и Ингушетия была, и столица в Грозном. Ингушетия, как таковая, никогда статуса государственности не имела. Отдельно взятый ингушский народ. И Чечня и Ингушетия близки по своему вероисповеданию. Это мусульманские республики. В основном. Я скажу, отвечу на этот вопрос. Многие в Российской Федерации, в бывшем Советском Союзе заблуждаются, говоря о том, что Чечня и Ингушетия, или Чеченцы и Ингуши. Нету Чеченцев и Ингуши. Есть единый народ в войнах. Мы одно племя. Мы всегда были одно, единое, целое. Нас разделила царская Россия на чеченцев и ингушей. Мы не только по вероисповеданию схожи. Мы одно вероисповедание. У нас одни законы. У нас одни обычаи. Мы одно единый народ. Мы аборигина Кавказа. Мы одно единое племя. Войнахи. Нахской языковой семье. Кавказской языковой семье относимся. К Нахской языковой группе относимся. У нас народы схожи, идентичны. Если, допустим, с тысячи слов на тысячи слов, можно найти разногласия на два-три слова. Поэтому у нас нельзя делить, что мы там два разных народа. Мы один народ, единый. И поэтому, когда российская армия проходила территорию Ингушетии, и когда российское правительство готовило эту акцию, оно должно было понимать, что Ингушетия никогда не останется в стороне. Ни один народ на Кавказе. Может быть, останутся другие народы. Но Ингушетия никогда не оставит, значит, чеченцев без помощи и без поддержки. Что получается? Давайте посмотрим так. В Ингушетии правительством Российской Федерации, по вашему ходатайству, по вашей инициативе наверняка, создается офшорная зона. Впервые в России. Нормальная офшорная зона. Со скидками по типу западных. По-моему, нигде такого нет еще в России. То есть, Россия пытается помочь экономической Ингушетии. Когда у России возникают сложности, в политическом, в том числе, отношении, и она пытается навести порядок, Ингуши, которые являются и признают это, Ингушетия признает, что она территория России. Правильно? Да, да, да. Начинает препятствовать. Сейчас я вам объясню. Решению правительства. Значит, во-первых, с первой минуты, с первой секунды, как только российское правительство намеревалось, или, значит, хотел или намеревалось вести российскую армию, то есть, предпринять эту акцию в отношении Чечни, наш президент Руслан Арушев однозначно определил свою позицию. Во-первых, он не подписал обращение глав Кавказских республик Ельцину. Там подписали все Иголазов, президент Северной Осетии, и Кабады Коков, и Адыгей, единственный президент Ингушетии, не подписал это обращение. А что было в этом обращении? Было обращение о том, что, значит, главы республик Северного Кавказа просят навести порядок в Чечне, значит, любым путем. Руслан Арушев с первого дня, с первой секунды сделал заявление, где он говорит о том, что, значит, только мирным путем. Причем тут офшорная зона и Чечня? Офшорная зона – это экономика. Чечня – это политика. Это военная экслокация. Как это может, да? Пропадение пропадом, сто офшорных зон нам дадут, но если будут убивать рядом наших людей, наших братьев, нам не надо никаких офшорных зон путем того, что будут их убивать, давить танками. Ведь убивает там, воюет-то Джахар Дудаев, воюет, значит, какая-то, значит, часть людей, о мирное население, о русские, которые там, о ингуши, о чеченцы, о дети, причем, о старики. А почему нельзя решить вопрос мирным путем? А как вы считаете, можно было его решить? А почему нельзя? А почему и сейчас можно? Сегодня в течение часа можно остановить все. Почему нельзя? Неужели Джахар неразумный? Неужели Джахар хочет, чтобы люди умирали? Неужели, значит, хочет российское правительство, чтобы умирали, значит, русские ребята? А чего же он тогда за столом переговоров? То оттягивает делегацию, то она не приезжает. Что? Ведь Владислав Николаевич, вы, вы же умный человек, вы должны понимать, что сегодня никто не сомневается в том, что Россия победит Чечню. Россия не только Чечню победит, завтра, если дадут приказ, пройдет Чечню и Стамбул зайдет. Настолько армия у нас сильная. Об этом все, вторая армия в мире. Об этом знают все. Я прошу прощения, но чтобы наш турецкий автоматический корпус здесь не был дал? Это было образное выражение. Совершенно образно, это не касается, да. Образно. То есть, любая цель, задача, которая будет поставлена перед Российской армией, будет выполнена немедленно. Потому что я сам видел при прохождении колонны в Мегашетте, какая-то сила идет. Это страшная сила. Это страшная сила, которая, значит, ничего не будет пометить. И танки. Все. И танки, и лета, и бетаэры. Это колонны идут километр за километром. Значит, это обученные, значит, ребята совершенно, значит, всех национальных. А я смотрел, вот ребят, которых взяли, между прочим, в плен в Ингушетии. Да. Совсем молоденькие лица. В Ингушетии в плен не брали. Брали на территории Дагестана. В Дагестане, я прошу прощения, я перепутал. Значит, ну, они все молодые, но это обученная армия. Обученная, действующая, вооруженная армия. Это они, может быть, так сейчас там выглядят, когда в плену. Но когда они ехали, они так не выглядели. Они выглядели полной амуницией. Они были одеты, они шли вперед. А это перепалка между Грачевым и Русланом Аушевым. Если можно так сказать, перепалка. Когда Грачев говорил о том, что Аушев подставляет президента России, фактически. Как может Аушев, Руслан? Все знают Руслана Аушева. Ну, что такое Руслан Аушев? Ну, это же один из самых честных, один из самых порядочных людей в России. Я это авторитетно заявляю, что это один из самых честных, порядочных политиков, генералов на сегодняшний день. И в российской армии, если его брать как армейского генерала, и как среди политиков, это один из самых перспективных молодых 40-летних политиков в России. Как может Руслан Аушев, являясь человеком команды президента Ельцина, его подставлять? В чем его подставка? В том, что он выразил свое мнение, что не надо водить войска, что не надо крови. Если в этом подставка, тогда, значит, грош цена всему другому. Что грош цена? Если Руслан Аушев, президент, убивает людей, таких же россиян, стреляет. Ведь стреляет-то бомба, она не разделяет. Дудаевец там, не дудаевец. Она бьет. Кстати, вот погибшие в Парамамайском, там где-то я по телефону созванивался сегодня, где-то 20 русских погибло. Ведь она не выбирает бомба русских. Но это непроверенная пока информация. Нет, ну так по телефону, это непроверенная. Ну какая разница, там пусть погибли чеченцы. Они такие же россияне. Нет, я имею в виду количество погибших. Вот так по телефону мне сегодня, я звонил сегодня у Грозный. У меня там достаточно много... Скажите, это действительно так, что Руслан Султанович будет подавать суд на Павла Грачева? Я думаю, что Руслан Султанович человек, который не бросает слова на ветер. Если он сказал, значит так будет. Давайте поговорим теперь о зоне экономического благоприятствования. Хотя я понимаю, что у вас бурлит все, и вы готовы говорить бесконечно о том, что происходит сейчас. Одна небольшая цитата. Руслан Султанович Мерсантели, 8 декабря 1994 года. Итак, что получается Минфин и налоговая служба, они не ведают, что творят. Минфин разрешает вам обходиться без налогов в этой обшорной зоне, в единственной пока на территории России. Налоговая служба говорит, не, ребята, давайте все налоги платите, так? Да. Я вам скажу, это казус, ситуация очень интересная. Это примерно месяц назад Минфин и налоговая служба России применила самые жесткие меры к предприятиям, зарегистрированные в зоне экономического благоприятствования. Я прошу прощения, их много таких предприятий? Порядка трех тысяч. Трех тысяч? Да, трех тысяч. Это только российские? Это российские, 136 западных, то есть чисто западных. Порядка 40 имеется в виду английские, аргентинские, французские фирмы. Порядка 100 фирм. Это фирмы, значит, ближнего зарубежа, бывшей нашей республики СНГ. И остальные, порядка трех тысяч, это наши российские предприниматели, которые зарегистрировали в зоне Ингушетия свои фирмы и функционируют на территории, значит, осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории всей России. Ну, зарегистрированы в Ингушетии, закон это позволяет, то есть, имея место регистрации, один юридический адрес, имея расчетный счет в любом банке Российской Федерации, один. Встань на налоговый учет, налоговая инспекция по месту регистрации, есть специальный закон о предпринимательстве и предпринимательской деятельности и функционирует. То есть, я, прошу прощения, еще раз о вас перебил. 5 октября здесь сидел Руслан Аушев, и он говорил, назвал другую цифру, которая очень, скажем, гораздо меньше, чем та, которая, значит, за два с половиной месяца такой скачок. Скачок колоссальный. На сегодняшний день, в день 60, 70, 80 фирм регистрируются в Москве и по всем городам, где находится представительство, значит, зоны экономического благоприятства Ингушетии. Есть специальная регистрационная палата нашей зоны, которая, значит, имеет свои представительства по всей территории России. В связи с тем, что зона Ингушетии является зоной чрезвычайности конфликта, то есть, Остина Ингушетии, мы облегчили, то есть, чтобы предприниматели не летали в Ингушетию, мы по месту, значит, по разным городам представительства собираем документы, отвозим в Ингушетию в течение двух-трех суток, регистрируем и привозим уже готовые нормативные документы и открываем счет. То есть, у нас есть представительство по регистрации. Так все-таки вернемся к Минфину и налоговой службе. Ну что, Минфин, налоговая служба, не ведая левой рукой, Министерство финансов дает одни, значит, права, а налоговая служба, значит, их, как бы, значит, забирает. Значит, этот вопрос на сегодняшний день решен с министром финансовом Пансковым. Это достаточно трезвый и умный человек, который возглавил сегодня Министерство финансов. Я сегодня лично с ним имел лично две-три беседы. Он понял все проблемы, которые перед нами стоят и четко выполнил постановление правительства России, номер 119, о создании зоны экономического благоприятствия Ингушетия. Гусев, начальник налоговой службы России, все это, значит, с ним тоже была проведена беседа. Мы были у него с Русланом Аушевым на приеме. Он, значит, вошел в ситуацию, эта ошибка исправлена. Дополнительно к этому постановлению, цитату, которую вы сейчас вы читали, всем налоговым службам России разослана телеграмма с разъяснениями, которая отменяет эту цитату и эту сервую телеграмму. А скажите, насколько влияет сегодняшняя ситуация на Северном Кавказе на работу экономической зоны? Значит, есть некоторый спад, есть некоторый спад в течение этой недели, но я хочу, значит, заверить наших, значит, участников фирмы, зарегистрированных в зоне экономического благоприятствия о том, что эта ситуация военная ни в коей мере не отразится на тех льготах, которые предоставило им правительство России и республика Ингушетия. Что их вклады надежно гарантированы, защищены, значит, постановлением правительства России и по правительствам республики Ингушетия. А в 95-м году заканчивается вот срок, год, пока год, а потом в правом пролонгации дальнейшей, до 98-го года. На сегодняшний день есть документ, подписанный президентом России, значит, на имя Черномырдина, о том, что зона, значит, проект указа, зона продляется до 1997-го года. Значит, со всех министерств и ведомств, которые должны были этот проект утвердить, собраны необходимые материалы, которые подтверждают о том, что они не против, не против. Буквально завтра, послезавтра, значит, этот документ должен попасть в правительство, и должен родиться указ Бориса Николаевича Ельцина, президента России, о том, что этот эксперимент экономически продляется до 1997-го года. Не боитесь ли вы, что вот та ситуация, то поведение людей, вполне естественное по своим чувствам, эмоциям, по братству с чеченским народом, когда они ставили бетонные блоки на дорогах и всячески препятствовали проходу российских войск, хотя Ингушетия, еще раз подчеркну, такая же Россия, как и Чечня. Оно отразится на подписании пролонгации. То есть, экономически, вы понимаете, будете блок себя вести, денег не будет. То есть, могут вот так вот сыграть? Я понимаю, это в 1992 году, в таком случае можно и так вопрос ставить, та же российская армия по заданию, по приказу того же министра обороны Грачева, расстреливала в упор Ингушетские дома с танков во время Осетино-Ингушетского конфликта, где погибло тысячи людей, Ингушетии. А за российской армией шли осетинские боевики, которые насиловали, грабили и убивали людей. Я, одну секунду, я вот не хочу сейчас сдаваться в тот конфликт, и не дай бог, это все настолько тонко, и все могут воспринять ваши слова, и опять это все. Я понимаю, я вынужден это сказать. Сказать в том, что, тем не менее, через два года мы же не говорим, что мы вне России, и что мы не с Россией. Мы россияне такие же, как и все, но мы имеем определенную точку зрения, это имею я лично, имеет президент Равченко, на те события, которые происходят в Чечне. Я еще раз повторяю, что чеченцы, Ингуши, это совершенно, совершенно, значит, надуманные, две нации, надуманные, это единый народ, войнах, войн, это наш, нах народ. Какой выход из конфликта? Выход один, выход один единственный, немедленно прекратить противостояние, стрельбу, остановить войну, сесть за стол переговоров. С первого дня наш президент Руслан Аушев просит, согласен быть участником, значит, быть, как говорится, посредником в этом деле. Сесть за стол переговоров, в любом городе Кавказа или России прекратить, и любым путем договориться, пойти на уступки Чечне, раз не сегодня. Да, маленький всегда может быть больше обижен, вот им кажется. Ведь никто не сомневается сегодня, что Россия победит. Победит, но не покорит. Невозможно их покорить. Надо знать историю Чечни, историю чеченцев, 60-е, 44-е выселены. Надо читать Солженицына, про чеченцев, что он написал. Надо прочитать Лермонтова, что он про них писал. Это действительно очень гордый, очень свободолюбивый, очень порядочный народ. Не надо чеченцев судить по каким-то, значит, особым, там, московским или каким-то преступным. Есть во любом народе. Но суть чеченцев-то я знаю, я с ними вырос. Суть чеченцев ингушей. Это очень порядочный. Я совершенно авторитетно заявляю. А я так думаю, что речь-то идет не обо всех чеченцах. Совершенно нормальные люди. Не обо всех чеченцах. Совершенно. Но гибнут-то все. Гибнут все. К сожалению, да. Итак, вопросы зрителей, ваши вопросы, господа. Первый вопрос. Чечена и Ингушетия отбывают известную нефтью. Сегодня Чечня, в общем-то, держится за шут нефти. А есть ли нефть в Ингушетии? Предусмотрена ли нефтепереработка в планах вашей зоны? О, на сегодняшний день в Ингушетии подписан контракт на строительство, значит, нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 тысяч тонн. В Ингушетии есть своя нефть, порядку 150 тысяч тонн мы добываем сейчас. Ориентируемся, увеличить добычу, ориентируемся до 300 тысяч тонн. Под это строится нефтеперерабатывающий завод. Проектирует Леннефтехимпром. Новосельский институт проект. То есть, все нормально? Все нормально. Завод на следующий год, я думаю, через полтора года в Ингушетии будет свой нефтеперерабатывающий. Месторождение богатое? Есть Молгобецкое, нефтеперабатывающий, Карбулатское, нормальные месторождение, которые позволят обеспечить нам республику, значит, нефтепродуктами на тех потребностях, которые нам нужны для своей промышленности. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Добрый день. Я хотела бы спросить, как долго регистрируют в этом вашем ДИНе и только ли в Москве это делается? Так, регистрация проходит в течение одного часа. В течение одного часа регистрационная палата зоны экономического благоприятствия Ингушетия выдает нормативный пакет необходимых документов по российскому законодательству. Печать открывает расчетный счет валютные рублевые выполномоченных банков Москвы. Это в Москве. Что касается в периферии, в 43-х городах России, есть представительство. Процедура та же. Да, процедура та же. Коммерсандели, коммерсандели. Есть перечень этих представителей с и номера телефонов. Спасибо. Последний вопрос. Скажите, какие гарантии, что бизнесменов не пристрелят в Ингушетии, если там совсем рядом идет война? Вот так. А им не обязательно туда приезжать? Во-первых, офшорная зона, зона экономического благоприятствия Ингушетии, это российские эксперименты проходят на территории России. Первое. И второе. На территории Ингушетии никого не стреляет и никогда никого не пристреливали. Поэтому смело можете приезжать в Ингушетию. Я благодарю вас и желаю вам процветания, ваши республики. Я надеюсь, что все закончится мирным путем и никто не будет стрелять друг к другу действительно в нашей стране России, в нашей общей стране. Спасибо. Я обращаюсь с вами до завтра. Не до завтра, а до понедельника. А в понедельник лауреат национальной кинематографической премии НИКа за 93-й год. Кто ты из них? Лучше же все. Лучше там. Вот все лучшие. Всего доброго. Лучше там. Продолжение следует...